Мы празднуем праздник Рождества Христова. О приходе Иисуса Христа в этот мир известил людям ангел. После вести ангела явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога, то есть хор небесных ангелов. Их песень несла весть людям, слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Почему же ангелы пели? Что заставило их петь эту песень? И почему она именно такого содержания? Об этом сегодня в день праздника мы будем говорить. Сегодня особенный день, и мы приглашены на особенный праздник. Мы с вами сегодня на дни рождения. День рождения нашего Господа в этот мир. И тогда, когда Он пришел в этот мир, Он был по-особому, этот день и этот праздник, отмечен. Я читаю Слово Божие, записанное в Евангелии Луки, 2 главу, с 8 стиха. Открывайте Слово Божие и прочитаем вместе. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелам многочисленного воинства небесные, славящие Бога и взывающие. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Не хочется, чтобы мы с вами обратили внимание на 13 и 14 стихи. Когда ангел сказал пастухам о том, что родился в мир Спаситель, внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящие Бога. Сколько людей слушали этот хор? Каждому хору хочется, чтобы аудитория была как можно больше. Когда мы едем куда-то в гости, на какие-то евангелизационные собрания, мы говорим, а сколько будет людей? Нам же нужно готовить программу. Многочисленное воинство небесное пришло к нескольким пастухам и пели хвалу. Их не смутило то, что аудитория так немногочисленна. У них была определенная от Бога задача. Петь хвалу, день рождения, Бога в этот мир, праздник. Ну и что, если званные всего несколько пастухов? Время петь Богу. И ангелы это делали самым лучшим образом. Читая эти стихи и говоря об этом, мне хочется, чтобы мы сегодня обратили внимание на эти особенные Божьи существа, на ангелов Божьих. Читая этот текст, их невозможно не полюбить. Рассуждая об этом, невозможно относиться к ангелам но с какой-то легкостью или прохладцей. Писание категорически запрещает поклоняться ангелам. Поклонение принадлежит одному единственному, это Богу. Но после этого эпизода, после того, что Бог сказал о служении ангелов в день рождения Иисуса Христа, наше отношение к ним должно измениться. В этих святых Божьих существ абсолютно отсутствовала какая-то гордость или зависть. Ведь Бог, придя в этот мир, пришел во плоти Сына Человеческого. Ангелов это не беспокоило. Они не стали задавать Богу вопрос, а почему мы должны так торжественно петь, когда Сын Божий стал похожим не на одного из нас ангелов, а на одного из падших во грех Твоих творений. Похож стал на человека. Ангелы поют песнь. Они в своей чистоте не знают гордости, не знают зависти. Их нисколько не смутило то, что Бог их послал к пастухам. Это нам хочется общаться с особыми значимыми. Это нам нужно, чтобы люди были титулованные, и тогда нам приятно общаться. Бог сказал им, идите к пастухам. И они пошли и пели. Если бы Бог сказал, чтобы они шли и пели во дворце императора, они пели бы с такой же радостью и таким же вдохновением. Бог послал их к пастухам, они точно так же поют и воздают славу Богу. У ангелов нам с вами стоит научиться, как петь и прославлять нашего Бога. Ангелы были свидетелями того, что происходило в Божьем творении. Они так много видели. В книге Иова в 38 главе читаем, что когда Бог полагал основание земли, Он это делал при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Ангелы – это те служебные духи, которых Бог поставил, чтобы они нам служили. Ангелы – это те служебные духи, которые поют Богу в вечности, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Это пение ангелов. Они пели эти торжественные песни. Но самая великая и торжественная песнь прозвучала вот тогда, когда они пели хвалу рожденному в мир спасителю. Когда они увидели рожденного младенца, лежащего в яслях, они воспели хвалу Богу. Может быть, это и не так, но мне думается, когда ангелы, которые поставлены как служебные духи для людей, увидели младенца, лежащего в яслях, они друг другу передавали весть, они говорили друг другу, совершилось величайшее событие во Вселенной. Вот что значит агнец закланный прежде создания мира. Вот что значит премудрость Божия, которая воплотилась в этом младенце, друг другу передавали весть. Ангельский мир пришел в движение от радости. И как только Бог сказал, да, можно петь, великое, многочисленное воинство Божие явилось на землю и пело хвалу рожденному младенцу. В этом явилась премудрость Божия для ангелов, в этом явилась слава Божия для ангелов мира земного и мира небесного. Сколько обетований Божьих исполнилось в день прихода Иисуса Христа в этот мир. Сколько обетований Бог взял на Себя? Все качества Бога нашли воплощение в родившемся младенце, который лежал в яслях. Бог стал человеком. Чтобы оставаться справедливым Богом и все же оправдать и спасти свое творение, Бог воплотился. Он стал человеком. Нам с вами стоит сегодня размышлять над этим, и, может быть, изменить хвалу нашу к нашему Господу. Ангелы пропели слава Вышних Богу. Это было им знакомо. Они, пребывая возле Бога, всегда пели хвалу Богу. Эта часть песни была песней, которую они поют всегда. Но следующая часть была несколько новой. И на земле мир. Когда Адам с Евой согрешили, Бог повелел им оставить рай. Между Богом и человеком встал Херувим с мечом огненным, и он не пускал Адама и Ева в рай. Мир закончился. Бог стал далеким от людей. Меч огненный стоял между Богом и человеком. Состояние мира закончилось. И началась война. Люди ушли от Бога. Для ангелов была особая честь и особое торжество объявить о том, мир Божий возвращается на землю. Вот то, что люди потеряли в саду Эдемском, сегодня Бог восстанавливает. И младенец, лежащий в пещере, говорит об этом. Пелены, белые, в которые был завернут младенец, были флагом мира. Были белым знаменем, которое было поднято Богом. И это говорило небесному миру и должно было сказать всему миру земному. На землю возвращается мир. Между Богом и людьми восстанавливается мир. Бог идет снова к людям. Пещера, где лежал младенец, стало изменением отношения Бога к людям. Исполнилось то, о чем говорил когда-то Бог в книге пророка Михаев 5 главе. И будет он мир. Бог исполнил это обетование. Ангелы очень мудро пели очень мудрое содержание песни и закончили очень прекрасной фразой. В человеках благоволение. К человеку направлена благая воля Божия. Это прекрасная песня. Для душ человеческих прекрасней песни нету. Первая часть песни «Слава Вышних Богу». Вторая часть песни возвещает о мире, который Бог посылает к людям. И последняя фраза «Самым лучшим образом согревает мою душу». Бог благ ко мне. Бог благ ко всем людям. Нет ничего лучше ни в природе, ни во вселенной, что лучше бы всего говорила о благосклонности Бога к людям, чем то, что Он послал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа. Родиться как младенец, чтобы потом взойти на крест. Потомки Адама и Евы должны знать Бога. Нам с вами нужно знать у Бога сегодня самая хорошая благая воля к нам. Люди проклинают Бога. Люди отвращаются от Бога. Атеисты отворачиваются от Всевышнего, но Он благ к ним. Поразмыслите о содержании этой песни. Бог благ к людям. Что бы люди не делали, как бы они не строили взаимоотношения с Богом, а Бог к ним благ. Если человек спрашивает, как мне узнать, что Бог добр, как мне узнать, что Он простит меня, надо напомнить о празднике Рождества Христова. Надо напомнить о том, что пришедший Бог пришел в ясли, пришел в пещеру. Это доброта Божия. Это Он говорит всем людям о том, что Он добр к людям. Бог говорит, если бы я не был бы добр, я не расстался бы со своим сыном, не посылал бы его в этот мир, стать одним из вас. Если в вашем сердце, друзья, есть сомнения, начинайте петь псалом, который пели ангелы. Слава Вышне Богу. Начинайте хвалить Бога. А потом придет и вторая часть, а потом придет и третья часть. И тогда люди склоняются перед Богом, обращаются к Нему с покаянием. И состояние грешников переходит в состояние Божьих детей, становятся сынами Божьими. Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы сыны человеческие могли стать сынами Божьими. Мне думается, что у нас с вами хороший праздник, праздник Рождества Христова. И мы сегодня поем торжественные песни. Хор поет так торжественно. Но очень хочется, чтобы мы запомнили содержание этой песни «Слава Вышних Богу». Те, которые стали Божьими детьми, они должны петь этот псалом каждый день. Ангели пели этот псалом с большой радостью. Что сегодня с нами? Что на наших лицах? Когда мы поем, когда мы говорим, когда мы идем по городу, что люди читают на лицах детей Божьих? Радость присутствует. лицо говорит о том, что наступило Рождество. Лицо говорит о том, что наступили изменения в моей жизни. Представьте себе ситуацию, если бы кто-то пришел и с таким постным лицом, и кислым видом, и таким упавшим голосом говорил нам, вы знаете, вы стали миллионером. Кто-то там оставил вам наследство. Трудно поверить, что это так. Но если бы кто-либо к нам в дом влетел с разбегу, ворвался в дом и громко кричал бы, ты вчера стал миллионером, тебе твой родственник богатый оставил огромнейшее наследство, ты стал миллионером. Может быть, и можно было бы поверить этому человеку. Когда мы говорим о приходе Иисуса Христа в этот мир, лица наши пусть сияют. И все в нашем естестве пусть говорит о том, что наступил благословенный праздник Рождества. Праздник Рождества пусть укрепляет нашу веру и дает нам возможность по-особому петь благоговея пред Богом, потому что слава Богу вышних, потому что на земле мир, и потому что к людям самая благая и добрая воля Божия. Несколько практических советов. Праздник Рождества должен производить что-то в наших душах и что-то менять. Люди празднуют праздник по-разному. Кто-то не сможет без посторонней помощи дойти домой. Он был на празднику. Но мне хочется, чтобы мы с вами последовали примеру ангелов. Если ангелы объявили, что на земле стал мир, что это значит для вас? Что это значит для нас? После сегодняшнего собрания в наше сердце должен прийти мир. И если вдруг мы не можем простить тещу или маму, зятя или тесте, сына или дочь, в семьях сегодня так много проблем, примите решение сегодня, идя домой, скажите, никогда не устану просить прощения, не позволю себе сегодня уснуть этой ночью, до тех пор, пока не примируюсь со своим тестем или тещей, пока не примиримся с сыном или дочерью, я не усну и не успокоюсь, до тех пор, пока это слово на земле мир не придет в мое сердце, пока не станет это частью моей жизни. Может быть, вы обещали уже не называть их родными, но Бог так благ ко всем, кто отворачивался от Него и называет их родными. Не думайте, что Рождество не станет лучше, если мы с вами примем такое решение. Молодые люди, очень сложно сегодня у них иногда иметь добрые отношения с родителями. родители часто нас не понимают, так говорят молодые люди. Не думайте, что Рождество будет настоящим Рождеством, если вы не примиритесь с родителями, если вы не найдете мир с отцами и матерями. Если прошлый год и до сегодняшнего праздника Рождества мы были ворчливы, нам было трудно угодить, подумайте о том, чтобы стать учтивыми, вежливыми и в следующий год, и аж до следующего Рождества и каждый день своей жизни петь хвалу и быть человеком, в сердце которого мир и благая воля к тем людям, кто находится рядом с нами. Если вы не примирились с Богом и между вами и Богом все еще стоит Херувим с мечом огненным, придите к Богу. В яслях лежит Спаситель и белые пелены это знамя мира, который Бог поднял для того, чтобы всякий человек мог прийти к Богу. И только тогда, когда вы примиритесь с Богом, Рождество станет самым великим праздником в вашей жизни. Слава вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение, пусть эта песнь будет нашей песнью и сегодня и во все дни жизни нашей. Аминь. Помолимся Господу нашему. ПОЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok